Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео хочу показать две интересные партии в исполнении Михаила Талли, где он очень быстро заатаковал своих соперников и победил уже по сути либо в дебюте, либо на выходе из дебюта. И сейчас мы с вами разберем партии, где он белыми фигурами переигрывал своих менее искушенных соперников. Итак, первую партию Михаил Талли, чемпион мира по шахматам, играл белыми против человека по фамилии Стрелков, я честно сказать не знаю кто это. Ну и здесь Стрелков до определенного момента играл неплохо, но потом сделал одну довольно серьезную неточность, после которой уже позиция его стала близкой к безнадежной. Итак, Е4, Е6, то есть перед нами французская защита, далее последовало Д4, Д5, затем Михаил Талли сыграл конь Д2, ну и после ДЕ конь Е4 перед нами вариант Рубинштейна. Вполне возможный вариант, так нередко играют и по сей день тоже. Итак, далее последовало конь Д7, конь Ф3, конь Ж на Ф6. В этой позиции, конечно же, за белых все-таки чуть более сильный ход, это простой размен на Ф6, то есть взятие конь Ф6. Ну, однако конь Ж3 тоже по-своему идейный ход, то есть белые сохраняют больше фигур, и поскольку у них чуть больше пространства, то, в общем-то, за счет этого белые пытаются создать определенные проблемы черным. Хотя, конечно же, конь Ж3 тоже ход, ну такой не самый синий, да, то есть конь Ф6, наверное, было посильнее. Итак, конь Ж3, далее последовало С5, стандартный ход за черных, подрыв центра, в французской защите такой ход следует регулярно. Далее было С3, СД, конь Д4, А6, А6 в принципе тоже по-своему ход неплохой, и теперь получается, что у белых не будет хода конь Б5, либо при случае слона Д5. Итак, последовало слон Д3 и конь С5, вполне неплохое решение, то есть здесь черные хотят поменяться на поле Д3, поэтому слон С2 играет Таль, сохраняет своего синего белопольного слона. Ну и вот здесь была одна из решающих ошибок у всей партии, то есть на самом деле после нее уже позиция черных с точки зрения стратегии довольно опасная, и учитывая, что Михаил Таль супер атакующий игрок, и, конечно же, он супер хорошо видел тактику в том числе, то в подобных позициях после Е5 и Ф2 уже его очень сложно остановить. Именно поэтому, если черные хотели сыграть Е5, то нужно было сделать чуть позже, и для начала надо было все-таки увести короля из центра, то есть сыграть слон Е7, у белых есть разные ходы, но, пожалуй, рокировка это самая логичная и самая сильная, ну и после рокировки, рокировка получается у нас в целом примерно равная позиция, и ход Е5, к слову, за черных это вполне неплохая идея, но уже в перспективе. Если такой ход будет работать, то его нужно делать. В принципе, так можно сказать и только про ход Е5, но, тем не менее, Е5 это как раз таки стандартный пан с черных, опять же повторюсь, в ротцузской защите, в многих схемах. Тем не менее, Е5 сразу до слон Е7 и до рокировки, это преждевременное решение вскрыть игру, дело все в том, что белые играют Ф2, связывают пешку Е5, и у черных начинаются проблемы с королем, ну и в частности тоже при случае с пешкой Е5. Итак, ферзии 2, слон Д6 вполне логично, конь ДНФ5, нападая на пешку Ж7 и в ряде вариантов у нас на Д6, ну и после рокировки, слон Ж5, белые связывают коня и угрожают ходом ладья Д1 с выигрышем фигуры. Поэтому здесь последовало слон С7, то есть все ходы черных, они в принципе логичны, но с другой стороны, вот так вот, ничего ских естественного не делая, так и получают огромный перевес. То есть ладья Д1, конь С7 и здесь в принципе можно даже было просто уйти в рокировку, но конь Ж5 еще более жесткий ход, потому что здесь угрожает на самом деле масса ходов, и конь Ж7 простой ход, и конь Ф6, и слон Ф6, ну и защиты от всех угроз у черных уже просто нет. То есть как ни странно, вот так вот в 15 ходов белые переграли черных, при том, что черные в принципе чисто внешне ничего особо плохого не делали, кроме разве что хода Е5. Итак, конь Ж5, опять же здесь уже за черных нечего особо советовать, позиция просто проигранная, ну последовало еще слон Ф6, и после слона Ф6 данные позиции черные уже сдались. То есть в дальнейшем возможно было взять ЕЖФ, но понятно, что после ЕЖФ будет мат два хода, после Ф4, Кролеж В8, Ф7. Если бы вместо хода ЖФ в данной ситуации последовал бы ход Конь Ф6, то тогда конечно же ладья Д8, и белые остаются с нижним Ферзем. Так что поэтому действительно все иногда бывает так довольно просто, и вот эта партия мне понравилась тем, что Михаил Даля использовал по сути одну неточность соперника, и очень быстро победил по сути уже на выходе из дебюта. И давайте посмотрим еще одну партию Михаила Даля, где он тоже провел очень эффектную и, опять же, немаловажную эффективную атаку против неизвестного соперника в данном случае. Здесь была уже стрелянская защита, то есть Е4, С5, далее последовало Конь Ф3, Е6, Д4, СД, Конь Д4, А6, то есть это вариант Паульсона, далее была слон Д3, Конь Ф6, короткая рокировка, Ферзь С7, король Ошанин, Д6. То есть, на самом деле, здесь за черных такая гибкая схема, вариант Паульсона, либо при случае это может перерасти в Сьюнинген, в вариант Тайманова в ряде вариантов, и в целом здесь, опять же, черные получают такую структуру, они, в общем-то, имеют гибкий центр, и действительно не так легко пробить как раз-таки данную позицию белым будет. Тем не менее, понятно, что белым нужно играть активно, и естественно, что Тайманова всегда любил и умел делать, он играет Ф4, это плановый ход в подобных позициях за белых, особо другого плана у белых, по большому счету, даже и нет. Вот, далее последовало Конь Б на Д7, Конь Д2, основной Д7, Конь с Д2 на Ф3, рокировка Ферзь С2, Конь С5. Ну и здесь, на самом деле, все еще позиция вполне неплохая, то есть, она уже не совсем теоретическая, то есть, так иногда играли, но теории особо тут нет. К слову, могу добавить, что здесь у белых тоже нет и перевеса, то есть, у черных довольно прочная, надежная позиция с гибким центром, да, и тот прорыв, который сделал Тайманова, он при правильной игре черных не работал. Ход Е5, это действительно идейный ход за белых, и, по сути, нужно этот ход всегда проверять, но проблема в том, что после Е5, ДЕ и ФЕ, у белых, вернее, у черных, да, у черных есть очень сильный ход промежуточный, это ход Конь Д3, то есть, идея такая, что белопольный слон, это одна из важнейших фигур в атаке у, как раз таки, белых, поэтому важно черный его поменять, и, соответственно, здесь после хода Конь Д3 у нас позиция возникает уже примерно равная. Очень важно, что здесь вся тактика в пользу черных, то есть, если белые пойдут в осложнение и сыграют вместо простого хода ЦД, допустим, Е, то у черных находится сильный промежуточный ход очередной, это ход Конь С1, ну и здесь, на самом деле, белые остаются просто без материала и в худшей позиции, то есть, минимум, лишняя пешка останется в итоге у черных, допустим, в варианте ЛДЯ С1 и СЛОН Ф6, и, кроме всего прочего, еще и у черных шикарное развитие в данном случае, опять же, таким не менее, у них отличные фигуры, сильные стоны, особенно чернопольный стон хорош, и атаки, конечно же, никакой у белых теперь нет. Вот, ну а если после хода Конь Д3 белые сыграли бы просто ЦД, такой ход тоже напрашивается, тогда, опять же, учитывая, что нет уже белопольного стона, можно спокойно уходить конем, самые сильные, это, естественно, Конь Д5, занять такое центральное поле, и, опять же, таки, здесь у черных полнейший порядок, то есть, перевеса особо нет, но, тем не менее, то, что у них не хуже, это 100%, то есть, Конь Д3 нужно было сыграть, и тут посчитать чуть-чуть варианты, и все-таки выбить этого сильного слона, последовал же ход Конь Д7, это все еще не ошибка, но, тем не менее, ходы назад, они почти всегда хуже, чем ходы вперед, это золотое правило шахматы, по сути. Итак, Конь Д7, ну и Таль, естественно, идет вперед, играет СЛОН Ж5, и, по сути, такой ход очень напрашивается, то есть, конечно же, здесь он готовит атаку на короля соперника, потому что уже очень много фигур белых готовы к этой самой атаке, ну и в этой позиции нужно было как-то поспокойнее сыграть черным, либо ФЕРД Д8, либо даже СЛОН Д8, оба хода, они идейные, то есть, суть в том, что просто черные крепятся на поле Е7, и, опять же, сразу здесь как-то белые не могут ничего создать, по сути, позиция примерно равная, возможно, опять же, с минимальным только перевесом черных, но не более того. Последовал же вместо этого простой ход Конь Е5, но после Конь Е5 здесь позиция рассыпается, далее следует очень красивая идея, это СЛОН Е7, и далее после Конь Е3, Ладья Е3, ФЕРД Е7, здесь у черных позиция была бы неплохая, если бы не следующий ход белых, только данным ходом можно получить перевес, но однако данный ход работает, работает причем очень эффективно, это ход СЛОН Ж7, стандартная жертва, которая, конечно же, вполне очевидна, она напрашивается, особенно для такого атакующего, как Михаил Таль, но, тем не менее, здесь очень важно, что в дальнейшем тоже белые смогли довести эту идею до победы. Итак, СЛОН Ж7, КРОЛЬ Ж7 играть нужно, Ладья Е3, КРОЛЬ Ж8, это все форсировано, иначе белые просто ставили мат очень быстро, ну и вот в этой позиции действительно очень легко белым ошибиться, то есть в данной ситуации стандартным ходом будет ход ФЕРД Е5, с идеей поставить мат на Х8, либо на Х7, но тогда Ф5, и, как ни странно, здесь ничего, абсолютно у белых нет, причем даже нет уже и ничьи, потому что король после шага уйдет на поле Ф7, он там чувствует себя вполне комфортно, и здесь не хватает белым ресурсов для атаки, у черных довольно прочная позиция, и объективно просто перевес, потому что атака заканчивается, а лишняя фигура, она никуда не денется. Именно поэтому здесь нужно сыграть только КНФ5, и именно данный ход позволяет белым победить. Итак, КНФ5, идея этого хода в том, что плохо играть Е5 за ФЕ7, да, то есть, ну, простой вариант, ну, покажу вам доске, теряются ФЕРД, и белые, конечно же, здесь тоже в будущем побеждают, ну, а если сыграть ФЕРД Ж5, что более очевидно, то есть идея ФЕРД Ж5 помешать ходу ФЕРД Ж5, то, как не странно, все равно ФЕРД Ж5 ход возможен, ну, и в этой позиции уже черные сдались, то есть, очевидно, что грозит и взятие ФЕРД Ж5, и мат на H8, а то, угроз защиты у черных нет, кроме как ход ФЕРД Ж5, но ФЕРД Ж5, это тоже защита довольно условная, потому что тогда, после этого, конечно же, не ладья Х5, а в начале КНЕ7, важный промежуток, ну, и после ухода ФЕРД на H7, либо H8, это не принципиально ладья Х5 такой красивый мат, причем, если вы смотрели мои видео на типичной матовой конструкции, данный мат называется мат Анастасии, так что он встречался в свое время в книжке, где та самая Анастасия ставила мат, причем книжка эта довольно древняя, этой книжке уже, если не ошибаюсь, более 150 лет. Ее написал один немецкий автор, фамилию я уже подзабыл, честно сказать. Ну что ж, вернемся, как говорится, к нашим баранам, вернемся к данной партии. Красивая очень идея, то есть тут действительно вот тоже Таль показал, что один неаккуратный ход, и одно неосторожное движение очень часто приводит к поражению, потому что вот здесь надо было на ОД3 все-таки поменяться в черном, после чего позиция у них была вполне нормальная, ну и последний шанс был после кони ФД7 и слон Ж5 сыграть как-то поспокойнее, допустим, слон Д8 в ФЕРД8, то есть оба хода преследуют простую цель, это удержать слона на диагонали, как раз таки аж 4 и Д8, ну а после же хода конь Е5, здесь действительно все в пользу белых, красивый вариант слон Ж7, король Ж7 на диагонали, король Ж8, конь Ф5, ферзь Ж5, ферзь Ж5, такая вот концовка, действительно Таль умел атаковать, и его партия интересно смотреть, особенно где его как раз таки замыслы реализовывались в чистом виде, где он действительно добивался либо выигрыша путем того, что забирал материал, либо же просто путем того, что ставил мат на доске, что еще более эффектно, конечно же смотрится. Ну что ж, такие вот партии, думаю, что в будущем тоже продолжу разбирать партии Михаила Талия, это очень сильный шахматист и очень интересный стиль игры у него, очень такой яркий, динамичный, острый, поэтому конечно же за этим всегда интересно и наблюдать тоже. Всем тогда спасибо за внимание и до встречи в новых видеороликах.